Александра, а стоит ли мне закрыть вклад, накопительный счет, всю зарплату, перевести в валюту? Может мне надо продать все, что у меня есть на ИИС и купить доллары? Или там все акции российских компаний продать и закупиться валютой? Это один из самых частых вопросов, которые я получаю в директ последние дни. Я хочу задать вам встречный вопрос. А что вы будете делать с этой валютой? Давайте с вами обсудим для начала риски, какие у нас они есть. Ну, снять эту валюту, которую вы купите сейчас, вы не сможете. У нас есть постановление, которое у нас там с 9 марта действует. Оно действовало до, по-моему, 3 или 9 сентября. И вот там еще в августе продлили до какого-то там марта, по которому снимать валюту, которую вы прямо сейчас покупаете себе на брокерские счета, дальше выводите себе на карточки, вы не можете валютой ее снять, у вас не получится. То есть, технически вы можете прийти в банк и поменять рубли на доллары или евро, и у вас будет наличная валюта, но она будет уже по менее интересному курту. То есть, вы ее купили себе, снять ее нельзя. Дальше. По имени того, что ее снять нельзя, инструменты, куда вы положите эту валюту, они крайне ограничены по причине того, что у нас без 5 минут санкции будут на НКЦ. Что такое санкции на НКЦ? Это означает, что расчеты в валюте, национальный клиринговый центр, он занимается расчетами, произойти просто технически не смогут. И как вы будете потом продавать акции, которые торгуются в долларах, и конвертировать эту валюту в рубли, вопрос. А еще санкции на НКЦ могут привести к тому, что вы не сможете вообще ничего сделать со своими долларами именно на брокерских счетах. Они у вас будут заморожены точно так же, как акции. Доллары на вашем банковском счете вы сможете, потому что банки будут обязаны вам гарантировать возможность поменять в рубли. Но по какому курсу вы их будете менять? Потому что курс доллара напрямую зависит от спроса и предложения. Если есть большой спрос на покупку доллара, курс доллара будет расти. В случае, если с этим долларом ничего будет нельзя сделать, а с ним уже сейчас практически ничего нельзя сделать. Так вот, в этом случае все будут продавать доллар, покупать рубли, и вы, очень вероятно, доллары конвертнете вообще по курсу 40 дальше себе в рубли, приобретая их по 60 или по 80, или по 90, или по 120. Какой вы там курс раньше у нас был, могли в марте там и выше, чем за 100, соответственно, доллары купить. То есть у нас с вами здесь есть прямые риски в данном конкретной ситуации, именно с точки зрения движения дальше курса рубля-доллара. Но ведь и это все еще не все, друзья. Не забываем о том, что в большинстве банков, в которых вы будете хранить валюту, сейчас отрицательные ставки. И за то, что у вас там доллары лежат, вам нужно будет еще доплатить за это банку. Но это тоже еще не все. Возможно, вы решили, ох, куплю-ка я себе долларов, положу их на всякий случай в Райфайзен, пусть они у меня там полежат. Прекрасная идея, пусть они там, конечно, полежат. Но я хочу вам напомнить о том, что Райфайзен работает с банком-корреспондентом, который позволяет вам сделать свифт-перевод в другую страну потенциально. Если вы хотите дальше когда-нибудь, потом открою иностранный счет, выведу себе эти доллары, пусть пока они лежат, да, я буду за них платить и так далее. Так вот, этот банк-корреспондент в один прекрасный момент может просто отказаться работать, даже если нету прямых санкций. Ну, это то, что произошло с Тиньковым, да, просто те банки-корреспонденты, с которыми они работали, очень ограничили возможности дальнейшие для проведения операций по свифту. Просто банк-корреспондент сказал, все, я условно сейчас говорю, обслуживаю максимум 10 переводов в день, как хотите, так и живите с ними. И все, и банк, который не находится на данный момент под санкциями, возможно, на момент просмотра этого видео вами он уже будет под санкциями, так вот, он просто не может делать свифт-переводы. И это может коснуться абсолютно любого, любой финансовой организации, любого банка, который сейчас переводы эти самые все еще пока может выполнять. На самом деле, у вас есть альтернатива, вы можете открыть себе иностранный счет в банке и туда перегонять доллары, рубли, конвертировать в доллары, дальше это все туда загонять через свифт, пока это работает. Но я вам здесь посоветую сначала открыть иностранный счет, а потом уже закупаться долларами. Если вы боитесь, что доллар через неделю, две или три, пока вы будете открывать эти иностранные счета и так далее, есть возможность, очень ограниченный ряд стран, где можно это открыть удаленно, и вы мне можете написать, и я вам дам все контакты, где можно открыть удаленно себе счета. Это не бесплатно, эту услугу не я предоставляю, это делают посредники, которые работают с этими банками. Я просто могу вам дать контакты этих посредников. Это как бы стоит определенных денег, но тем не менее, если у вас есть хотя бы 2, 3, 5, 6 тысяч долларов, которые вы хотите иметь именно в долларах на иностранном счете, чтобы вы могли в любой момент этими деньгами уехать, воспользоваться и так далее, это те расходы, которые сейчас действительно у нас очень оправданы. В том числе вы можете открыть иностранный счет в Interactive Brokers, но здесь мы не можем с вами быть уверены, что там россияне не попадут под какие-то санкции потенциальные от Interactive Brokers. Счета сейчас открываются от 1 дня до 7 дней. У меня есть отдельный курс по иностранному брокеру, который очень доступен, вы можете его прям сразу посмотреть, там и как открыть, и что дальше туда покупать, и положить деньги в Interactive Brokers, пусть они там лежат. Дальше, если вы планируете переезд в какую-то страну, открыть уже там на месте каких-то иностранных счетов, вы будете уверены, что из Америки деньги вы на самом деле в любую страну, кроме потенциально России, вы пригнать сможете. Ну и самая безопасная юрисдикция сейчас это Казахстан. Почему я говорю про Казахстан? Потому что мы не можем быть уверены, что SWIFT будет у нас работать через неделю или две или три. А с Казахстаном есть возможность работать через систему быстрых платежей. Плюс технические ваши деньги будут достаточно близко с границей наземной, и вы сможете как-то к вашим деньгам дальше добраться. Потому что если вы их куда-то там далеко отправите и останетесь в России, никуда не будете уезжать в будущем, то SWIFT, если не будет работать, как вы своим деньгам вообще доберете, как вы сможете их в дальнейшем использовать, это вызывает ряд вопросов. Ну и еще одна альтернатива, которая лично для меня сейчас является приоритетной для 99%, это покупка криптовалютного доллара. Это неправильно говорить криптовалютный доллар, я сейчас это говорю для упрощения вам. Это криптовалюта, которая привязана к стоимости доллара, которую вы можете обналичить. В большинстве стран вы покупаете криптовалюту, вы ее можете обналичить дальше во многих странах, получить себе наличные доллары. Да, есть комиссии, которые вам нужно будет заплатить в круг, вам это может выйти плюс примерно 5-6 до 10% к биржевому курсу, зависит от того, где на каких комиссиях вы сможете сэкономить, где вы сможете более выгодно это приобрести. Это все я рассказываю на курсе по криптовалюте, на который вы тоже можете записаться. То есть я сейчас все это резюмирую. Если вы хотите сейчас купить доллары, чтобы они у вас лежали на вашем банковском счете, это плохая идея. Если вы хотите купить доллары, чтобы перевезти их куда-то за границу, сначала сделайте себе то место, куда вы будете их переводить за границу, потому что через 2-3-10 дней курс вряд ли куда-то двинется очень сильно. Еще раз повторюсь, потому что должны быть покупатели, чтобы курс рос, должен быть очень большой сплесц желающих купить доллары. А в России желающих купить доллары на данный момент, которые не являются наличными, их фактически нет. Если у вас есть наличные доллары, пожалуйста, не избавляйтесь от них, потому что это ваша палочка-выручалочка на какой-то экстренный случай. Если вдруг по абсолютно разным причинам вам придется уезжать из страны, то наличие вот этой вот в тысячи даже долларов, оно вам действительно очень сильно поможет. Не нужно бежать их и сдавать в банк. Это очень полезная вещь, как минимум, неправильно так говорить, но на черном рынке между физиками вы всегда сможете от них избавиться, и они будут действительно в спросе. Если вы хотите очень быстро сейчас принять для себя какое-то решение, есть еще и карточки, которые можно пополнять криптовалютой. Это тоже я рассказываю на курсе по криптовалюте. Вы можете выпустить себе онлайн-карточку, купить себе криптовалютные вот эти вот доллары USDT и пополнить ими криптовалютную карточку, которую вы можете в том числе привязать к Apple Pay, Google Pay. Они ими оплачиваются всякие букинги и прочие сервисы. То есть это вот для тех, кто экстренно куда-то прям вот уже все бежит, и у него непонятно, что ему делать, потому что его российская карточка где-то за границей не будет работать. Есть в том числе такое решение. Я надеюсь, что это видео вам пояснило текущую ситуацию, и вы сейчас понимаете, стоит ли вам лично приобретать валюту. И когда я говорю про валюту, я в первую очередь говорю про валюты недружественных стран. Это нужно тоже учитывать.